Супер! Всем привет! Надеюсь, у вас хорошее настроение. Меня зовут Тамара. Я сегодня расскажу вам о результатах DotaMoney, но сначала представлю вам новых сотрудников компании DotaPizza. Первый сотрудник — это Демид. Демид приходит к нам на роль директора по стратегии, аналитике и корпоративному развитию. Он родился в Москве в семье ученых, эмигрировал в США в 90-е годы, потом вернулся в Россию уже во взрослом возрасте. Последние семь лет он занимается решением управленческих проблем крупного и среднего бизнеса. Демид приходит к нам из международной консалтинговой компании Bain & Company. Добро пожаловать! Второй сотрудник — это Яна. Яна приходит в команду QA, контроля качества, к Светлане и Марии. Яна любит узнавать что-то новое, познакомиться с новыми людьми. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и эстрадному вокалу. Яна... У меня переключаются. Смотри, я уже наяня у себя. Да. Так. А вот так видно? Все нормально? Если я вот так буду переключать? Супер. Так, Яна фанат котиков. Это прекрасно. Следующий сотрудник — Евгений. Евгений пришел в команду Dodeis. Он окончил в ДТУ имени Баумана. По специальности должен был наводить ракеты в космос. Почти везде, где Евгений работал, он разделял монолитные микросервисы. И немного разбирается в дизайне и имеет обостренное чувство прекрасного. А так... Какая-то проблема. Ну, давайте я буду как показывать. Может быть, вот так? Давай. Вот так вот. А вот так, смотри. Ага, отлично. Все нормально. Все нормально, такое бывает. Да, Евгений разбирается в дизайне и имеет обостренное чувство прекрасного. Также он любит спагетти. Это тоже прекрасно. И последний сотрудник на сегодня — это Иван. Иван приходит в команду технической поддержки. Он родился и живет в Пятигорске. Я там, кстати, недавно была. Очень красиво. Он жил 4 года в Питере. Работал в техподдержке Триколор ТВ, Скайнетта и школы Скайенг. В свободное время бегает, ходит в походы и встречает рассветы. Я Тамара, я занимаюсь развитием промо-маркетинга в доставке. Мы с командой запускаем партнерские проекты, мы запускаем федеральные акции, перезапускаем комбо. Наша задача — сделать доставку привлекательной через создание поводов заказать в Додо Пицце. Раньше мы запускали промо на разные аудитории, мы не фокусировались на чем-то одном. В этом году для нас мы выбрали 4 основные аудитории, которые пытаемся захватить с помощью наших активностей. Это любители киносериалов, это дети, это геймеры и широкая аудитория. Если с первыми тремя аудиториями более-менее понятно, что мы делаем, мы запускаем специальные комбо для этих аудиторий, мы запускаем партнерские акции, которые интересны для этой аудитории, то что мы делаем вообще с широкой аудиторией? Мы выбрали, что мы будем работать с широкой аудиторией через инфоповоды. Это какие-то значимые события в жизни. Например, это праздники. Новый год, 8 марта, 14 февраля, 1 апреля и так далее. Но что делать, если нет никаких инфоповодов? Например, август — время, когда ничего практически не происходит, какое-то затишье. Это не повод не напоминать о нас, это не повод рассказывать про Додепитсю. Это как раз-таки повод создать наш собственный инфоповод, наш какой-то собственный праздник. И таким инфоповодом в августе как раз стала Додемания. В чем была механика акции? У нас на сайте некоторые продукты были отмечены специальным значком. В пиццах, закусках, напитках и десертах можно было найти вот такие продукты. Мы выбрали… Это акционные продукты. Мы их выбрали, исходя из маржинальности для нашей компании. И второй важный фактор был возвращаемость по этим продуктам. Важно было, чтобы это был продукт, который потом люди много и часто покупают. Покупая такие продукты со значком, после этого мы отправляли клиенту гарантированный подарок в смс-сообщении. Среди гарантированных призов были партнерские подарки и наши собственные. Мы дарили пиццы, дотстеры, другие продукты из нашего меню. После того, как клиент получил такую смс-ку и вообще поучаствовал, купил продукт со значком «Додомани», он становился автоматически участником розыгрыша главных призов. Главные призы для нас были… у нас была квартира, путешествия и 10 камер, 10 экшн-камер. Из интересного, да, в продвижении «Додомани» в диджитал-рекламе разные аудитории в интернете видели разную рекламу «Додомани». Например, аудитория людей, которые интересуются покупкой квартиры, переездом, ипотекой. Мы им показывали «Додоманию» с квартирой. Люди, которые, например, интересуются путешествием, читают про разные страны, искали покупку билетов, мы таргетировали на них рекламу «Додомани» с путешествием. И так по каждому нашему партнерскому подарку. Любителям книг мы показывали нашего партнера Storytel. И вот таким образом мы более нативно показывали рекламу «Додомани». Это было более эффективно для нас. Так, что вообще, откуда у нас были подарки? Откуда они у нас были? Мы, Додо Пицца, одна из немногих компаний, у которой есть вообще охват по всей России. Мы про что-то можем рассказать очень широкой аудитории людей. И многим компаниям это интересно. И многие компании предлагают нам какие-то очень выгодные предложения на свой продукт, какие-то акции для наших клиентов. В обмен на медиа-охват через наши каналы. Вот. Таким образом, через вот такую вот артерную систему мы договорились с партнерами и получили от них подарки для нашей акции. Таким образом, у «Додомани» был относительно небольшой бюджет вообще на… Ну, относительно такой крупной акции, да. У нас было 5 миллионов рублей на продвижение в диджитал рекламе и сопутствующие затраты на оформление подарков. Также дисконт по акции «Додомани» он не сильно рос. Дисконт — это вот совокупность скидки, которую мы даем на наши продукты. За счет того, что в основном мы продвигали «Додомани» через партнерские подарки. Мы дарили партнерские призы людям, поэтому дисконт особо не рос. Это очень хорошо для нашей экономики. Что дальше? С механикой и такими интересными фактами «Додомани» мы разобрались. Что вообще касается таких более основательных результатов «Додомани». В августе, 1 августа мы запустили акцию, и она закончилась 31 августа. Мы заметили рост выручки на доставке. Конечно, мы запускали еще несколько важных вещей. Мы перезапустили, вот «Додомани» запустилась, мы также запустили диджитал-компании, рекламу в «Диджитал», и запустили еще песты на телевидении. Но основной, наверное, все-таки значительный вклад и рост в рост был от «Додомани», потому что около 30%, не около, а 30% заказов были с акцией «Додомани» в августе. Также одно из наших опасений было в том, что продукты по акции, они просто каннибализируют, просто съедят продажи от других продуктов, и мы не прирастем в выручки. Но на вторую неделю акции мы заметили, что за счет акционных продуктов, за счет продажи акционных продуктов, росли все категории продуктов – пиццы, закуски, десерты и напитки. Вот, не случилось наших опасений, это очень здорово. Это была перформанс-часть, да, с точки зрения медийности, да, акция тоже себя классно показала. Около 20 миллионов человек хотя бы раз увидели рекламу «Додомани». Но это не весь охват, потому что локально пиццерии также поддерживали акцию в наружной рекламе, делали рекламу на радио. Мы не можем сейчас подсчитать это, но охват был больше, чем 20 миллионов человек этой акции. Например, наши партнеры из самой крупной сети, самарской, да, они активно продвигали «Додоманию» на локальном рынке. И они делились наблюдениями, что люди на их рынке, они очень активно участвовали в «Додомании», потому что людям все-таки, людям было интересно участвовать в акции с такими ценными, крутыми призами. Вот. И в целом можно сказать, что механик этой акции достаточно успешный, да. Но после проведения акции по завершению мы провели очень большое ретро от и до. Мы проанализировали как подготовку к акции, так и результаты акции, да, как клиент ее воспринимал. Мы выявили много-много пунктов, которые необходимо лучше, да, в следующий раз. Основные три момента, которые мы хотели бы улучшить в следующий раз. Первое. Конечно же, отказ от смс-сообщений. Смс-сообщений, в которых клиент получал гарантированные подарки, да. Это ненадежно, это неудобно, клиент забывает про это. Плюс это просто дорого. Второе. Более активно использовать инструмент локальной поддержки, да, для федеральной акции. Это очень мощный инструмент. И было бы круто его использовать еще лучше, да, для поддержки таких крупных акций, как DudaMania. Третье. Мы в основном акцию продвигали за счет партнеров, да. Мы рассказывали там на слайдерах, баннерах, там, вот, выиграй квартиру, выиграй там путешествие, еще что-то. Выиграй поход в квиз. Но также в акции участвовали наши собственные продукты, да. Можно было выиграть вообще целый годовой запас пиццы. И мы про это как-то мало рассказали. Мы забыли, что наши клиенты, они приходят к нам за нашим продуктом, и они тоже считают наши продукты ценным подарком. И мы очень мало про это рассказали. Если бы мы рассказали про это чуть больше, скорее всего, даже активность в акции была бы выше. Это три основных момента для улучшения. Да, их там еще много-много других, но это вот три основные вещи. Мы начинаем готовить следующую DudaMania к следующему году. Это будет наша такая постоянная акция, постоянный такой наш внутренний Новый год в виде DudaMania. Уже начинаем готовить новый фирменный стиль акции. Ищем лицо DudaMania. Также начинаем искать партнеров для следующей DudaMania в 2021 году. Если вы хотели бы поучаствовать в DudaMania вместе с нами, то вы знаете, что делать. Можете написать мне. Ну, я закончила. Передаю слово Евгению. Женя, тебе слово. Расскажи нам, пожалуйста, про дизайнеров. Расскажи нам, пожалуйста, про дизайнеров.